Тема урока. Системная плата интерфейс. План темы. Материнская плата и ее основные компоненты. Интерфейс в компьютерных технологиях. Что такое материнская плата, для чего она нужна и из чего состоит. Чтобы не затягивать видео, так как информации достаточно много, и чтобы к концу его просмотра вы не забыли, что было в начале, мы разделим этот ролик на две части. Итак, материнская плата понятным языком. Материнская плата или по-другому, системная плата, материнка, мать, мамка, доска, названий у нее достаточно много. Это основная системная плата компьютера, на которой располагаются разъемы для установки дополнительных устройств и плат расширения. Она является основой всей электронной схемы компьютера. Благодаря материнской плате обеспечивается полное взаимодействие компонентов компьютерной системы, таких как процессор, оперативная память, жесткие диски, видеокарта. Самые обыкновенные устройства ввода информации, такие как мышь и клавиатура, также обмениваются информацией через разъемы на материнской плате. Все составляющие системного блока компьютера взаимодействуют между собой благодаря именно материнской плате. То есть данные жесткого диска никогда не могут быть обработаны в процессоре до того, как попадут в оперативную память. А графическому адаптеру будет нечего получить от компьютерной системы и впоследствии передать монитору. Перед тем, как мы рассмотрим разъемы и компоненты материнской платы, давайте поговорим о ее форм-факторах или типовых размерах. Форм-фактор материнской платы определяет ее положение для последующего крепежа к компьютерному корпусу. Существует множество различных форм-факторов, среди которых мы выделим основные три, которые наиболее часто используются в компьютерных сборках. Это стандартный ATX, микро-ATX и мини-ITX. Мини-ITX имеет наименьший в среднем размер, то есть 17х17 см. Очень часто уже имеет интегрированный процессор, самое наименьшее число интерфейсов для подключения. На сегодняшний день очень часто используется в самостоятельных сборках очень компактных систем. Данные платы могут иметь как полнофункциональный чипсет, так и с небольшими ограничениями. Микро-ATX. Достаточно полнофункциональная плата, имеющая приемлемые средние размеры, является лучшей составляющей для бюджетного компьютера. Хоть и при достаточно небольшом количестве интерфейсов, для домашнего или же офисного компьютера их должно быть вполне достаточно. Частенько на таких системных платах установлен чипсет, имеющий некоторые ограничения, но которые не главным образом отображаются на работе всего компьютера. ATX. Также распространен как и микро-ATX, но имеет больший размер. Такие платы могут иметь как полнофункциональный чипсет, так и с небольшими ограничениями. Обычно имеет наибольшее количество интерфейсов подключения, но это тоже не является обязательным. Отличается более удобным монтажом и возможностями подключения. Теперь перейдем к разъемам и компонентам материнской платы. Основным из которых является сокет, по-другому разъем или гнездо. Называйте как удобно. Предназначен он для установки центрального процессора. На сегодняшний день существует два основных конкурента, занимающихся производством центральных процессоров. Это Intel и AMD. В связи с этим материнские платы производятся для конкретного разъема процессора. Таким образом, процессор от компании Intel невозможно установить в разъем, предназначенный для процессоров AMD. И наоборот. Подробнее о моделях сокетов, их разновидностях и процессоров для них, мы поговорим в отдельных видеороликах. Все же остальные компоненты, такие как видеокарта, оперативная память, платы расширения, устройства ввода, жесткие диски, устанавливаются на любую материнскую плату вне зависимости от сокета разъема процессора. То есть, они взаимозаменяемы. Следующей важной частью материнской платы является ее чипсет. Это основа возможностей материнской платы. Чипсет – это микропроцессорный комплект для взаимодействия центрального процессора с остальной электронной составляющей компьютера. Именно от чипсета зависят все возможности и дальнейшая работа материнской платы. Сегодняшние чипсеты состоят из двух микросхем, иногда объединяющихся в один чип, называющихся «Южным мостом» и «Северным». Их без особого труда можно будет найти, это самые крупные после процессора микросхемы, обычно скрытые под радиаторами охлаждения. «Северный мост» представляет собой чип, отвечающий за работу центрального процессора с оперативной памятью и видеоадаптером. От параметров «Северного моста» – тип, частота, пропускная способность – зависят параметры подключенных к нему устройств, параметры системной шины и косвенно параметры процессора, собственно, степень, до которой компьютер может быть разогнут, параметры оперативной памяти и ее тип – DDR, DDR2, DDR3, DDR4, максимальный объем, параметры видеоадаптера. «Южный мост» – это обычно одна микросхема, которая связывает более медленные устройства, такие как жесткие диски, USB-разъемы, сетевая звуковая карта и устройства ввода, такие как клавиатура и мышь. Сам чипсет должен быть правильно подобран процессору, что означает то, что не каждая материнская плата сможет обеспечить весь потенциал, заложенный в производительных процессорах, и наоборот. Само знание марки и модели чипсетов во многом обуславливает будущую производительность компьютерной системы, поэтому при подборе материнской платы неплохо знать ее возможности. Частоты, на которых будут работать системы, тоже зависят от чипсета системной платы, а также объем памяти, возможность установки и количества дополнительных устройств. О чипсетах, так же как и о процессорах и сокетах, на канале будут отдельные подробные видео. Также, одним из важнейших компонентов материнской платы является микросхема BIOS. Что же такое BIOS и в чем его необходимость? BIOS от английского Basic Input Output System считается одной из важнейших микросхем системной платы, ведь в ней находятся прямо с завода производителя важные программы, требующиеся для первичной загрузки компьютера. После включения компьютера и поступления питания к процессору, он первым делом обращается к микросхеме BIOS и уже не прекращает с ней работу до самого выключения компьютера. Чтобы увидеть BIOS в работе, при старте компьютера нужно только обратить внимание на белые надписи на черном тоне. Это и будет BIOS в работе. Что же делает BIOS? Эта программа необходима для проверки основных систем сразу же после старта компьютера, а также обеспечивает взаимодействие с клавиатурой и мышью, а также с монитором. В случае с ноутбуком, его дисплеем. И только после этой проверки происходит загрузка основной операционной системы с жесткого диска. Интерфейсы ПК. Типы интерфейсов. Интерфейс – совокупность возможностей, способов и методов одновременного действия нескольких объектов, в том числе посредством обмена информацией между ними. Виды интерфейсов. Аппаратные, программные, аппаратно-программные и пользовательские. Аппаратные – взаимодействие между устройствами и компьютером. Программные – взаимодействие программ между собой, ПО и информационных ресурсов. Аппаратно-программные – взаимодействие АО и ПО. Пользовательские взаимодействия человека и ПК К интерфейсам относятся порты, шины и сетевые интерфейсы Порт – это специальный разъем в компьютере, предназначенный для подключения оборудования определенного типа Обычно портами называют разъемы, предназначенные для работы периферийного оборудования К портам относятся параллельный порт, последовательный порт, USB порт, порт для подключения накопителей, порт для подключения ПУ и порт для подключения мыши и клавиатуры Интерфейсы для подключения внутренних устройств АТА – параллельный интерфейс подключения накопителей к компьютеру Шина ISA является основной шиной на материнских платах устаревших компьютеров типа ПК-АТ. На новых материнских платах этот интерфейс либо отсутствует, либо представлен всего двумя слотами расширения для подключения устаревших компонентов. PSI – шина ввода-вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера. Интерфейс PCMCIA служит для подключения внешних устройств к мобильным компьютерам класса ноутбук. USB – универсальная последовательная шина. AGP – ускоренный графический порт. Этот интерфейс предназначен исключительно для подключения видеоадаптеров. Интерфейс FireWire. С помощью интерфейса могут подключаться как внутренние, так и внешние устройства. Максимальная пропускная способность достигает 50 МБ в секунду. Разрабатываются модификации интерфейса, способные передавать данные со скоростью 200 МБ в секунду и даже 800 МБ в секунду. Интерфейс SCSI. Существует несколько вариантов интерфейса SCSI, отличающихся количеством подключаемых устройств, максимальной пропускной способностью и максимальной длиной шлейфа. Интерфейс UAS используется для высокоскоростного обмена с USB устройствами хранения, таких как жесткие диски и флеш-накопители. Интерфейс IDE предназначен только для подключения жестких дисков и других накопителей. Сайта – последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации. PCI-Express – компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова